Встречи людей с НЛО во всем мире могут быть доказательством, что инопланетяне существуют. Но остается один вопрос. Что они хотят сделать с Землей и населяющими ее людьми? Если пришельцы находятся на Земле, то они здесь, или чтобы нас спасти, или уничтожить. Сегодня мы расскажем о десяти заговорах инопланетян по поводу будущего нашей планеты и расы в нашем проекте «Чужие». От случаев спасения людей до планов завоевания мира. Несомненно, одно. Каждый из них сулит разную судьбу человечеству. И если верить доказательствам, то присутствие инопланетян реально. Присоединяйтесь к нам, и мы разоблачим десять заговоров инопланетян в нашем проекте «Чужие». Началась глобальная операция. Правительственные материалы, содержащие информацию об НЛО, и десятилетиями остававшиеся засекреченными, сегодня стали доступны общественности. Мы расскажем правду, которую скрывают эти секретные документы. Узнайте, что правительство утаивает от вас. «Чужие» — разоблачение самых больших тайн на планете Земля. Первый заговор таит в себе угрозу, которая, возможно, лежит на виду для каждого жителя Земли. Но некоторые полагают, что эта тайна скрыта только от тех, кто не работает на НАСА. Номер 10. Лунная база пришельцев. В 1964 году «Рейнджер-7» стал первым американским кораблем, принесшим фото невиданного нами раньше мира — Луны. Но как насчет снимков, которые мы не увидели? Никто не говорит о фотографиях, которые не были показаны общественности. Можно допустить, что на самом деле им удалось передать на Землю фотографии, демонстрирующие искусственные объекты на Луне. Некоторые считают, что на Луне они просто обнаружили пришельцев. Но теперь они сотрудничают с НАСА. Эту версию подкрепляют открытие некоего Гэри Маккиннона. Гэри Маккинон — британский уфолог, который пару лет назад проник в секретные компьютеры НАСА в Соединенных Штатах из Великобритании и обнаружил невероятные документы со списками так называемых внеземных сотрудников. Могут ли эти документы доказывать, что правительство работает с инопланетянами, найденными на Луне? Это значит, что НАСА не только знает о присутствии инопланетян, но и имеет с ними дело на регулярной основе. Работают ли пришельцы с нашими учеными или наоборот, но этот заговор может доказывать, что на Луне есть нечто большее, чем известно широкой публике. Номер девять. Гибриды людей и инопланетян. Серые. Их имя вселяет ужас в сердце каждого, кто верит в инопланетян. Говоря о похищениях инопланетянами, люди чаще всего описывают серых как существ, которые не только совершают эти похищения, но и подвергают жертв медицинским экспериментам, иногда пыткам. Но уфологи полагают, что эти пришельцы из галактики Зета-Ретикула имеют роковое слабое место, неспособность размножаться. Они поддерживают численность своей расы через процедуру под названием гибридизация. Похищенные, побывавшие на их кораблях, говорят о странных опытах с воспроизведением, которые часто заканчиваются появлением ребенка-гибрида. Когда скептики требуют доказательств гибридизации людей и инопланетян, их можно найти в деформированных черепах, встречающихся во всем мире. Если это заговор с целью гибридизировать все человечество, быть может, будущее землян – межгалактическая раса. Уверены ли вы, что не являетесь наполовину пришельцем? Следующий заговор инопланетян представляет теорию, из которой следует, что пришельцы могут быть ближе чем мы думаем. Номер 8. Подводные инопланетяне 8 ноября 2010 года таинственный объект поднялся из Тихого океана у берегов Калифорнии и, по всей видимости, направился в космос. Никто не разглядел и не опознал этот объект. И когда о нем спросили военных, они тоже не смогли дать ответа. Объект, судя по всему, стартовал между Лос-Анджелесом Лонг-Бич и Каталиной, в районе, который охотники за НЛО называют «Западный треугольник дьявола», и где может находиться подводная база. На фото видны большие купола размером с два футбольных поля, глубоко под поверхностью океана, находящиеся на дне. И если инопланетяне, пришельцы или подземные жители захотели бы устроить подводную базу, именно такого рода базу они бы и построили. Агенты инопланетян проникают в НАСА, база НЛО у берегов Калифорнии. Наш список десяти величайших инопланетных заговоров раскрыл одни из величайших тайн Вселенной. Но ничто не подготовило нас к следующему. Номер 7. Инопланетное биооружие Со времен бубонной чумы XIV века загадочные болезни терзали человечество. Но могла ли эта биологическая война быть делом рук, пришельцев? Если инопланетяне действительно захотели бы доставить на Землю какой-то биологический агент или вирус и заразить им землян, они могли легко это сделать. Всего-то нужно было найти способ доставки. Им бы даже не пришлось посещать планету. Но возможно ли послать со звезд боеголовки с вирусом? Как бы дико это ни звучало, есть два примера в истории, когда метеоры или комета проходили очень близко от нас и кое-что после себя оставляли. Красный дождь. В 2010-м штат Керала в Индии пострадал от внезапной и странной бури. Самым большим сюрпризом красного дождя было то, что в его частицах нашли органический материал неземного происхождения. Но могло ли вещество с такого метеорита в самом деле отравить людей? Спросите жителей Каранкаса в Перу. 15 сентября 2007 года огромный огненный шар прилетел с неба и врезался в землю у этого рабочего поселка. Когда он упал, люди, жившие поблизости, сильно заболели. Их постоянно рвало. Они явно были чем-то отравлены. Если это правда, этот заговор может означать, что война с инопланетной расой закончится раньше, чем мы поймем, что она началась. Но возможно ли, что некоторые пришельцы хотят нам помочь, а не навредить? Номер 6. Инопланетяне против ядерного оружия. Биг Сюр, Калифорния. 10 июня 1964 года. Пробный запуск баллистической ракеты «Атлас» флотом США идет по плану. Но позже офицеры, просматривая запись испытаний, видят нечто странное на последних стадиях полета. Чиновники утверждают, что видели, как в кадре появился серебристый диск и выбросил какие-то лучи или свет. И, по сути дела, уничтожил боеголовку. Три года спустя на авиабазе «Мальпстрем», заместитель командующего, отвечавший за флот баллистических ракет, получил сообщение о неопознанных объектах, зависших над базой. Внезапно звучит сигнал тревоги, и абсолютно все ракеты становятся неуправляемыми. Чем бы ни был этот летательный аппарат, он явно отключал все ядерные ракеты на этой базе. Быть может, мы никогда не узнаем мотивы наших гостей с иных планет, или каковы их планы относительно людей. Но если наш следующий заговор правда, то президент Соединенных Штатов знает об этом все. Номер пять. Факт инопланетян и людей. На этом снимке якобы корабль пришельцев перед приземлением на авиабазе «Холоман» в Нью-Мексико 16 октября 1957 года. Кто был в корабле? И зачем он приземлился? По мнению уфологов, ответ заключается в том, что на борту у его были лидеры, инопланетные лидеры своих планет, сидели в этом аппарате, приземлившемся на базе «Холоман» для встречи с президентом Дуайтом Эйзенхауэром, чтобы заключить некий союз между ними и нами. Суть договора якобы такова. Пришельцы предлагали свои продвинутые технологии американцам для использования их в холодной войне. В обмен правительство позволяло серым похищать людей для получения ДНК и для опытов. После встречи Эйзенхауэра в 60-х число сообщений о похищениях людей пришельцами резко выросло. До 61-го года таких сообщений вообще не было. Некоторые считают, что этот заговор действует на Земле по сей день. Если так, никто из нас не застрахован. Но если это вас пугает, то знайте, возможно, один из участников следующего заговора – вы сами. Далее в программе. От мировых лидеров рептилий до инопланетных имплантатов. Следующие три заговора раскрывают правду, скрытую под нашей кожей. А если вы думаете, что готовы к нашему заговору номер один, лучше подумайте еще. Это «Чужие». Разоблачение самых больших тайн на планете Земля. Вы смотрите программу «Чужие». Наш список главных десяти инопланетных заговоров всех времен раскрыл, что инопланетяне прячутся среди нас и даже сотрудничают с президентом. Но следующий инопланетный план показывает, что заговорщиком может оказаться тот, кого вы ошибочно считали землянином. Номер четыре. Угроза рептилий. От сада Эдема до Древнего Египта мы видим описание полулюдей, полурептилий, живущих среди нас. Некоторые считают, что такие существа в самом деле жили в прошлом и продолжают жить сейчас в подземных пустотах. Эту расу называют рептилией. Некоторые говорят, что они обрели пугающее умение принимать вид людей. Есть ли логическое объяснение того, как эти рептильные существа попали на Землю? Ответ – да. Может быть, они вообще ниоткуда не прибыли. Может быть, это изначальный вид, который жил здесь не десятками тысяч, а миллионами лет. В последние годы некоторые теоретики открыто обвиняют знаменитостей, королей и даже президентов в том, что те – скрытые рептилии. Хотя большинство считает все это фантазиями, даже скептики должны признать, иногда кажется, что идея о том, что мировыми лидерами движут в цели кровожадных рептилий, слишком уж близка к правде. Номер 3. Боги Древнего мира. Странное создание с нечеловеческими головами. Фараоны с вытянутыми черепами и большими глазами. Технологии, на тысячелетия опередившие свое время. Иероглифы Древнего Египта таят в себе множество загадок. Но можем ли мы найти ответ на зашифрованное в них послание? Мы не знаем, какой это ответ, но нам известно, что во многих случаях задокументировано, что египтяне видели нечто похожее на НЛО или какие-то летательные аппараты в небе. Могли ли эти случаи, как полагает ряд ученых, быть настоящими встречами древних египтян с НЛО? Посланиями, говорящими о существах и машинах, пришедших со звезд. О созданиях, которых мы теперь, оглядываясь назад, называем попросту богами. Есть ли член египетской правящей семьи династии фараонов, который, по мнению уфологов, мог быть инопланетянином? Да, это Эхнатон, которого специалисты по пришельцам считают инопланетянином, продуктом смешения человеческой и внеземной крови. Останки фараона Эхнатона демонстрируют необычно вытянутый череп, и его изображение выбивается из силе того времени. Он показан высоким и худым, с невероятно длинными пальцами. Скептики считают, что его вытянутый череп результат врожденного дефекта или же пеленания. Но если Эхнатон был инопланетянином или гибридом, то в недалеком прошлом среди нас ходил пришелец. И если его потомки живы и сейчас, то ДНК этих древних пришельцев может быть и в наших венах. Номер два. Инопланетные имплантаты. То, что вы видите, запись весьма необычной операции. Этот пациент утверждает, что в его организме есть нечто необъяснимое, что может удалить только один выдающийся хирург. Меня зовут доктор Роджер Лир. По профессии я хирург-хартопеджен. Я посвятил последние 30 лет своей жизни удалению инородных объектов у жертв похищений инопланетян. В телах этих предполагаемых жертв есть странные маленькие имплантаты, объекты неизвестного происхождения, без следов и шрамов отмедрения и составом, способным привести в ужас любого скептика. Результаты анализов, пришедшие из лаборатории, заполняли многие страницы. И единственный вывод, который удалось сделать в отчете, таков. Это образцы метеоритов. Но какой коварный план стоит за этими имплантатами? В нескольких случаях, которые мы наблюдали, пациенты говорят буквально слово в слово одно и то же, что они ощутили вновь обретенную свободу. Может ли эта свобода указывать на заговор инопланетян с целью контролировать нас изнутри? Если так, это чудовищный инопланетный сговор, который может превзойти только самый зловещий план всех времен. Пришло время действовать. Чтобы открыть правду, нужно сделать три простых шага. Следите за новостями. Следите за нашей новостной лентой на Твиттере, чтобы узнавать о последних событиях, касающихся внеземных цивилизаций. Расскажите свою историю. Вы наблюдали НЛО? То, что произошло, повлияло на нашу память. Выкладывайте свои рассказы и фотографии на нашей интерактивной карте. Вступайте в наши ряды. Получите браслет с кодом, открывающим доступ к эксклюзивной информации. Выйдите из темноты. Объект движется в нашу сторону. Присоединяйтесь к борьбе за правду. Прямо сейчас. В десятке главных заговоров инопланетян всех времен вы видели свидетельства имплантатов, внедренных пришельцами, и чумы из космоса. Но ничто не приготовило вас к номеру один. Нацисты и пришельцы. Нацистская Германия. В разгар Второй мировой войны пилоты союзников сообщали о встречах с летающими сферами и жестоких боях со странными огненными шарами. Эти огненные сферы называли фулфайтерами. Многие верили, что это было супероружие нацистов. Кое-кто полагает, что несколько нацистских летающих тарелок были созданы с помощью технологий, полученных Гитлером с потерпевшего крушения корабля пришельцев. Если нацистам, правда, достались технологии инопланетян, они могли стать самой непобедимой силой, какой увидел свет. Все эти внеземные происки могли изменить будущее каждого человека на планете Земля. И потому они 10 главных инопланетных заговоров всех времен. Вы смотрели программу «Чужие». Разоблачение самых больших тайн на планете Земля. Марс Планета, названная в честь бога войны, больше всех в Солнечной системе похожа на Землю. Быть может, она единственная, где возможна жизнь, человеческая или какая-то иная. Как объяснить открытие, сделанное людьми на Марсе? Странное строение, возможные останки инопланетян, а может быть, даже фигура инопланетянина, попавшая на камеры НАСА. Человечество стоит на грани обнаружения жизни на Марсе? Или мы уже нашли доказательства ее существования? Похоже, что на поверхности Марса находится целый неисследованный город. Сегодня мы откроем шокирующую правду о мире, содержащем ключ к нашему прошлому и будущему. Присоединяйтесь к нам, и мы разоблачим невероятные секреты инопланетной жизни на Марсе в нашем проекте «Чужие». Началась глобальная операция. Правительственные материалы, содержащие информацию об НЛО, и десятилетиями остававшиеся засекреченными, сегодня стали доступны общественности. Мы расскажем правду, которую скрывают эти секретные документы. Узнайте, что правительство утаивает от вас. «Чужие» – разоблачение самых больших тайн на планете Земля. В августе 2012 года марсоход НАСА «Кьюриосити» высадился на Красной планете. «Чужие» – разоблачение Это была самая смелая миссия такого рода в истории исследований космоса. Проект с бюджетом 2,5 миллиарда долларов, который, как надеялись многие, даст ответ на вечный вопрос. Есть ли жизнь на Марсе? Марсоход Curiosity, по сути, передвижная лаборатория, и мы можем собрать на Марсе свидетельства, каких не собирал еще никто. Но Curiosity — лишь новейший из марсоходов в программе, начатой в 1971 году. С тех пор 16 зондов благополучно достигли Марса. Некоторые привезли важные доказательства, что Красная планета была или осталась способной поддерживать жизнь. В 1975 году орбитальные станции «Викинг» дали геологические свидетельства о существовании рек, озер и океанов. Эти снимки рисовали картину древнего Марса, когда-то кипевшего внеземной жизнью. Когда обнаружилось, что некогда на поверхности Марса могла быть вода, это открыло дверь для вероятности существования внеземной жизни в нашей Солнечной системе, не говоря уже о Вселенной в целом. Быть может, Марс когда-то был куда больше похож на Землю, чем нам казалось. Первые цветные фотографии поверхности Марса сделал марсоход в 2004 году. Эти снимки показали, что Красная планета отнюдь не красная. Одно из шокирующих открытий 2004 года, когда НАСА и JPL обнародовали эти фотографии, что это не мертвая планета, как нам говорили, с коричневым небом и пыльно-коричневой поверхностью. Глядя на это голубоватое небо и марсианскую почву, мы видим, что они весьма напоминают Землю. Могли ли наши исследования этой планеты обнаружить главную тайну инопланетян, что разумная жизнь когда-то существовала и, возможно, все еще существует на Марсе? И доказательства этого были у нас под носом. Секретные материалы Марсианский череп В 2004 году НАСА посадило на Марсе два марсохода Spirit и Opportunity. Их отправили исследовать противоположные стороны планеты. Opportunity сделал много интересных снимков, но именно Spirit запечатлел, возможно, первое изображение инопланетного лица. На этом снимке мы видим очертания предмета на Земле. У него знакомые нам черты – глаза, нос и даже зубы. Возможно ли, что это череп гуманоида, зарытый в марсианскую почву? Эксперты полагают, что это может говорить о том, что либо люди посетили Марс когда-то в прошлом, либо здесь тысячи лет существовала гуманоидная раса. Этот объект в самом деле – древняя ископаемая. И что может быть похоронено рядом с ним? Фотографии Марса демонстрируют ландшафты, удивительно похожие на земные, и непонятные образы, пугающе похожие на человека. Но главным вопросом остается, есть ли на планете Марс неземная жизнь? Все факты указывают на то, что Марс вполне мог поддерживать жизнь в прошлом, и не исключено, что он поддерживает ее до наших дней. 25 июля 1976 года. Орбитальная станция «Викинг-1» фотографирует часть Марса, известную как Кедония. Среди множества сделанных тот день снимков, один может содержать знак, что мы не одни во Вселенной. Человеческое лицо, врезанное в поверхность Марса. Марсианское лицо не просто напоминает человеческое. Оно выглядит таковым. Оно смотрит на звезды, на небеса. Оно выглядит как лицо человека. Тут нет сомнений. У него два глаза, нос, рот, на нем что-то вроде головного убора, и, между прочим, длина этого лица от макушки до подбородка около пяти километров, а поперечники около трех. Так что это очень большой объект. Эксперты по инопланетянам полагают, что марсианское лицо – памятник, сооруженный древней расой. Приглашение или предупреждение посетителям Марса. Скептики говорят, зачем инопланетная раса стала бы это делать. Это могло быть памятником. Они могли знать о надвигающейся катастрофе и хотели оставить после себя что-то такое, что рассказало бы людям, что они существовали. А может быть, это просто искусство? Зачем мы создаем предметы искусства? Зачем мы делаем скульптуры? Невероятно, но на последних снимках лица нет ничего, кроме песчаной горы. Было ли лицо просто иллюзией? А может быть, его специально уничтожили с помощью взрывчатки на борту станции «Марс-Обсервер»? В заявлении НАСА 21 августа 1993 года сказано, что НАСА утратила связь с обсервером на поверхности Марса в результате предполагаемого разрыва трубопроводов. Когда в следующий раз лицо сфотографировали в 1996 году, и его черты исчезли. Быть может, это совпадение, но некоторые считают, что это свидетельство попыток скрыть правду. Эксперты полагают, что это может говорить о том, что либо люди посетили Марс когда-то в прошлом, либо здесь тысячи лет существовала гуманоидная раса. На самом деле, несколько снимков Марса демонстрируют то, что многие считают рукотворными объектами и остатками разрушенной цивилизации. Одно из этих открытий известны под названием «Ящик со взрывчаткой». Этот, видимо, металлический объект, сфотографированный марсоходом «Спирит», остается загадкой. Ящик со взрывчаткой, очевидно, сделан из металла, и все его грани сходятся под прямыми углами. Разве это может быть естественным образованием? Это свидетельство и другие подобные ему убедили уфологов, что на Марсе могла существовать древняя цивилизация. Но возможно ли, что главное открытие – древний город, связанный с нашей собственной планетой? Секретные материалы – марсианские пирамиды. Из всех областей Марса наиболее богато возможными следами цивилизации Кедония и ее марсианские пирамиды. В центре этой бесплодной планеты стоят три строения, почти в точности похожие на наши египетские пирамиды. Действительно, форма пирамид повторялась на Земле во многих цивилизациях в течение тысячелетий. Связь между земными и марсианскими пирамидами может оказаться свидетельством связи между внеземной цивилизацией и человечеством. Если пирамиды на Марсе построили некие инопланетные существа, что это может означать для нашей расы? Возможно, что у нас есть соседи, которые, очевидно, посетили нас тысячи лет назад и оказали большое влияние на наши народы и наши культуры. Самый большой из монументов Марса известен как пирамида Ди-Энд-Эм. Ее диаметр около 3 километров, высота примерно 800 метров. Удивительно, что ось пирамиды почти совпадает с марсианской осью север-юг, так же, как великие пирамиды Гизы ориентированы вдоль земной оси север-юг. Но если даже списать пирамиды Марса на природное образование, трудно объяснить, почему у основания самой южной из них сидит сфинкс. Далее. Межгалактическая война и возможные фотографии инопланетян ведут к главному вопросу. Ждет ли нас вторжение в марсиан? Узнаем после перерыва. Это «Чужие». Разоблачение самых больших тайн на планете Земля. Вы смотрите программу «Чужие». Гуманоидные лица на марсианской почве, вероятные снимки инопланетян, объекты, не поддающиеся научному объяснению, свидетельства инопланетной жизни на Марсе ставят вопрос о высокоразвитых цивилизациях и их таинственном исчезновении. Не таится ли ответ в пирамидах, странно напоминающих древнеегипетские вплоть до наличия сфинкса? Марсианский сфинкс – это монолит, открытый в 1997-м миссией «Партфайндер». Он выглядит точно, как в наших учебниках истории. Если внимательно рассмотреть фотографии, сразу можно различить голову, туловище и даже руки. Эта фигура удивительно напоминает великого сфинкса в Гизе. На нем красуется, судя по всему, египетский головной убор. И все это находится в нескольких километрах от так называемого марсианского лица. Если подумать об инопланетной расе, сооружающей гигантское лицо на своей планете, кому-то это покажется смешным. Но что тут смешного? Вспомним земные цивилизации, гигантские постройки посреди Египта, одна из которых – гигантское лицо сфинкса. И есть и другие постройки других культур, которые можно увидеть только с неба. Глядя на эти совпадения, нельзя не подумать, что есть связь между жизнью 3, 4, 5 тысяч лет назад здесь, на Земле, и вероятной жизнью на Марсе. Если на Марсе в самом деле была цивилизация, кто знает, насколько она была развита к моменту исчезновения? Могли ли египетские пирамиды быть культурным звеном, связавшим два общества? И если так, почему их цивилизация погибла? Многие заключают из того, что мы узнали, изучая поверхность Марса, что в прошлом она неоднократно подвергалась действию астероидов. Если говорить об огромных астероидах, ударяющих по поверхности планеты, это довольно разрушительное явление. Многие считают, что так и случилось на Марсе. И на планете выжило не 10% существ. Уровень выживания оказался равен нулю. Возможное свидетельство этой катастрофы можно найти прямо на поверхности Марса. На одной стороне планеты сконцентрировано более 3000 кратеров до 30 километров в диаметре. Если в поверхность Марса врезался астероид в полтора километра в поперечнике, его удар эквивалентен ядерному оружию мощностью в миллион мегатонн. Это в 10 миллионов раз мощнее, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Обломки от такого астероида могли заслонить собой Солнце и в результате уничтожить жизнь на планете. Но возможно ли другое объяснение появления этих гигантских кратеров, указывающие на развитую древнюю цивилизацию на Марсе и марсианский ядерный апокалипсис? Древнеримские источники содержат свидетельство о так называемом небесном пожаре. И римляне, и вавилоняне назвали его в честь своего бога войны. Стал ли Марс когда-то ареной яростной битвы инопланетной цивилизации? И мог ли кто-то выжить в этой страшной войне? Мы много лет обсуждаем внешность марсиан. Научная фантастика содержит разные варианты их описания. Но в 2008 году марсоход «Спирит» дал нам первое ясное представление о том, как могли выглядеть марсиане. Секретные материалы существо с Марса. В 2008 году марсоход «Спирит» передал на Землю панораму равнины на западе Марса. На первый взгляд эта фотография кажется просто захватывающим дух марсианским пейзажем. Но при ближайшем рассмотрении нас подстерегает шок. гуманоидная фигура, которая, кажется, идет позади гребня. У нее различимы голова, торс, даже ноги, делающие шаг. Может ли это быть первым свидетельством о живых обитателях планеты? Если это и правда живое существо, возможно, перед нами марсианин, переживший апокалипсис, редкий экземпляр внеземного вида, скрывающийся на чужой планете. Быть может, мы никогда этого не узнаем. Но если эксперты правы, вторжение марсиан, возможно, не за горами. Пришло время действовать. Чтобы открыть правду, нужно сделать три простых шага. Следите за новостями. Следите за нашей новостной лентой на Твиттере, чтобы узнавать о последних событиях, касающихся внеземных цивилизаций. Расскажите свою историю. Вы наблюдали НЛО? То, что произошло, повлияло на нашу память. Выкладывайте свои рассказы и фотографии на нашей интерактивной карте. Вступайте в наши ряды. Получите браслет с кодом, открывающим доступ к эксклюзивной информации. Выйдите из темноты. Объект движется в нашу сторону. Присоединяйтесь к борьбе за правду прямо сейчас. Десятилетиями люди боялись потенциального вторжения марсиан на Землю. Но благодаря современной науке земляне могут атаковать Марс. В январе 2013-го было объявлено о программе «Марс-1» первом частном корабле, который может совершить посадку на Красной планете. Он должен прибыть туда в течение ближайших 10 лет вместе с грузом, группой добровольцев-колонистов с Земли. Они будут жить на Марсе и осваивать его до конца жизни. Эти смелые пионеры могут исследовать чужой мир, начав мирную колонизацию или межгалактическую войну. Мы наконец получим ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе. Вы смотрели программу «Чужие. Разоблачение самых больших тайн на планете Земля».